Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима и мы продолжаем с вами проходить игру Яга. Итак, продолжаем дальше наш путь в поисках жены для царя. Были мы уже в мёртвом лесу, поселение Марии Моревны, Марии Моревны, было неподалёку, Иван собрался с мелости и вошёл. Всё, входим в поселение Марии Моревны. Ого, что это за поселение? Это ты Мария что-то? Мария хочет говорить с тобой, ступай и поговори с ней немного, но затем снова возвращайся ко мне. Не уходи слишком быстро. Угу, что это за старуха интересная. О, приветствую тебя, странник. Должно быть ты устал после долгого пути. Садись с нами у огня и мы поведаем тебе разные истории. Так. Что это за место? Мёртвый лес. Много крови было пролито в этом лесу, а теперь в нём обитают духи, которыми предводительствует Кощей. Кощей? Кто такой Кощей? Кощей бессмертный, древний бессмертный. Веками он устраивает набеги на моё королевство. А в прошлом году он пришёл и истребил людей моего отца. Он явился, возглавляя армию духов и восставших мертвецов. Так, а ты что делаешь здесь такая красивая? Я вместе с оставшейся частью моих людей пришла сюда в поисках возмездия. Мы уничтожим Кощей, даже если это будет стоить нам жизни. Я здесь по поручению царя. Он хочет, чтобы ты стала его женой. Царь хочет, чтобы я стал его женой? Но мы даже никогда не встречались. Ага. Мудрая царица сможет помочь жителям наших краёв. Мать моя была мудрым человеком. У отца храбрости было не занимать. Но теперь... Но теперь их участь в могиле лежать. Так. Этот союз поведует... Пойдёт на пользу нашему королевству. Не понимая, чем этот брак может помочь моему народу. Так. В нашем царстве твой народ будет в большой безопасности. Может и так. Но никто из них не станет скрываться за стенках, пока у них есть возможность отомстить за погибших. Так. Так. Что мне сделать, чтобы ты передумала? Вздыхает. Не всё в этом мире можно решить, выполнив задание. Но пусть будет так, как ты пожелаешь. В противном случае ты от меня не отстанешь. Я не смогу принять ничего предложения, пока в моих краях такое неспокойное положение. Угу. Когда старый водник в своём болоте покой найдёт, который он домом зовёт. Когда сердце ледяного мороза, когда полудница встретит такую сильную любовь, которая вернёт ей доброту, лишь только тогда, возвращаясь ко мне, возможно, я отдам царю свою красоту. Ох, как сложно, сколько она заданий мне надавала. Так. Ты просила с тобой поговорить. Радость мне незнакома, но вижу в этом ничего такого. Слышав про мои задания, любой бы пошёл куда-то. А там мне всё ещё потеряно. Неизвестно о твоём положении. И я дам тебе совет, который подарит тебе спасение. Угу. Так. Обрёл ли водник покой на дне своего болота? Что мне нужно сделать? Погубить огнём обормота? Можешь и так поступить. Или можешь отправиться его в болотистые владения и спасти людей, которых сбил с пути его густой туман. Угу. А что с сердцем Морозко? Горит ли оно алым огнём? Это может сработать, дорогой мой. Но подумай получше. Найди холодную деву. Очень хорошее начало. Растопить её сердце можно разными способами. И их немало. Угу. Кто с любовью у полудницы? Дай-ка указать. Ты не можешь что-то там сделать, её давний возлюбленный мёртвый. И сердце её неспокойно. Но кое-кто всё ещё здесь, и ты можешь помочь ему добиться её руки. Угу. Ясненько, у нас... Спасибо тебе, ведьма, мне пора идти. По твоему совету нужно много найти. Переступай, дорогой кузнец. Поработай своей крепкой рукой. Или же тебе нужны чары, колдовский. Может, приворот? Давай, давай, злой рок ты уберёшь мне. Устрани злой рок. Угу. И благословение. Тело сильное, страдания приносит. Иногда при ударе врага с неба падают монеты. Так, давайте тело плюс один выбери. Теперь на тебе чары пленящие. Так, всё, выходим. Так, выходим. В деревню нам не надо. Предметы мы все сделали. Итак, идём дальше. У нас три задания. Так, следующий. В Пашиных землях. Говорят, в лесу можно найти волшебные сокровища. Ему понравилось сражаться с водяными. Кто-то должен обеспечить безопасность в морозных вершинах. Так, водник. Мария хочет растопить холодное сердцеморозкое. Есть несколько способов сделать. Это Иван направляется к замёрзшим верхушкам. Так, давайте к полуднице сначала отправимся. Отправимся мы вечером, когда враги слабее всего. На восходе солнце, когда дольше можно продолжать свой путь. То есть выносливость у нас увеличена. И днём удары сильнее. Давайте вечером. Когда враги слабее. Враги слабее, соответственно, у нас удары по ним сильнее. То есть одно и то же, в принципе. Ну, враги слабее, и они наносят меньше урона. Поэтому лучше идти. Да, жара очень сильная. Так, у нас тут печка есть. Так, поищем сразу. Всё, выходим. У нас тут бронзовая руда и хлеб был. Был. Отлично. Так, а это сокровище. Сокровище все забираем. Так, стоп. Мы же не против нежити дерёмся. Поэтому, я думаю, нам стоит сменить серп на вот этот. Будем просто сильно бить по врагам, если что. Так, новый алтарь. Алтарь, посвящённый Макоши. Смотри, какое умиротворённое выражение лица её личственного идола. Давайте очистим. Так, ничего не происходит. Наверное, я ей просто не понравился. Ничего мне не дал этот идол. Ну да ладно. Так, а нет, тут всё-таки нечисть. Так, вот эту птичку надо сразу убивать. Блин. Блин. Да что ж такое-то? Всё, убил птичку, которая приносила врагов. Теперь можем спокойно расправиться с этими. Оглушаем и бьём. Блин, ну эта совушка, конечно, очень вредный враг. Так, монетки, монетки. Пятилистык. Каливер. Так, дырочек норм здесь нету нигде? Нету. Ладненько, идём, значит, дальше. О, ещё один сундучок и нора рядом. Отлично. Монетки, монетки, монетки. Бронзовая руда, бронзовая руда. Отлично. Так. А вот ещё у нас какая-то руда. Медная руда. И лапа чёрной кошки. Также идол у нас. Теперь у нас новая руна. Руна чернобога. Да блин, у нас такое уже есть. Руна чернобога у нас уже была. Так, ладно. Это мы в одну сторону пошли. Теперь пойдём в другую. Вот путь у нас наверх, да, есть? А у нас два пути наверх. Ну, сначала сходим сюда. Так, а это что у нас? Ага, ага. А как можно было двинуть? Ааа, я понял. Мы... Перчаткой можем двигать камень. А почему? Не понял. Не перчаткой, не крюком, не серпом. Лопатой что ли? А лопатой что ли? Мы выкопаем яму и туда камешек провалится? Так, стоп. Я не одел. Нет. Нет. Блин, а как можно камень-то сдвинуть? Чё-то я забыл. Я забыл. Ну, по идее, лопой. Так, ладно, давайте попробуем все предметы, которые у нас есть. Нет. Дальше у нас получается лопата нет, серп. Нет. Лопа нет. И колесо. А колесо что? Колесо просто защищает нас от урона. Интересно, ладно. Пойдём дальше. Невелика потеря. Подумаешь, сундучок один. Не взяли. Так, новые враги у нас. Ого. Ой-ёй-ёй. Быстро справились. Мне нравится такой молот у нас, который с яичком. Яйцо с двумя желтками. Мы наносим урона больше. Так, а вот она и полудница. Эй, парень, ответ на вопрос, что сияет ночью, жёлтым светом и озаряет небеса. Ох, это бессмысленно. Иди себе дальше. Я тебя не побеспокою. Что тебя тревожит? Я давно свожу... Свожу мужчин с ума. Но мне, чтобы помешался на мне, такого ещё не бывало. В общем, любовь себе ищет. Только не после смерти моего возлюбленного. Так, что я могу сделать для тебя? Мне нужен спутник, с которым я смогу проводить время. Я устал от одиночества. И я больше не буду одинока. Угу. Я знаю кое-кого, мечтающего о жене. Известно ли тебе о чувствах полевика? Хм. Когда ты была обычной женщиной. Поэтому он предпочитает человеческих мужчин. Но не стоит им пренебрегать. И я не пойду к нему первому. Он должен принести мне подарок. С этим я могу помочь. Так, мне нужен полевик. Так, а где полевик-то находится? Нет, не здесь. Сначала сходим в эту сторону за полевиком. Вот он. Он? Безумец. Мы опять встретились. Прошу тебя. Приви моё мучительное существование. Когда я снова почувствую теплоочарование. Что? Что с тобой случилось? Стряслось. Почему ты продолжаешь скитаться по селам? Разве тебе не... Не важны близкие? Да у меня есть близкие. И меня ждут. Вот только не в этом мире. Они умерли? Умерли? Нет, 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 друг мой. Они не умерли. Это просто безумие. Что ты несёшь? Их просто нет живых. И я часто думаю, что лучше бы мне не жить. У тебя и так нелёгкая жизнь. И я не хочу все усугублять. Добрый день. Не волнуйся. Я не сдружу тебя надолго. Я нашёл эти деньги и решил передать их тебе. Десять монеток он мне дал. Там, куда я иду, они мне не понадобятся. Куда ты идёшь? Куда иду? Неважно. Так. В общем, это какой-то у нас человечек непонятный. Вот кто поможет. Вот с ним я поговорю. За твое поведение в прошлый раз тебя ударить не грех. Ты не оставляешь мне выбора. Я пришёл с миром. Я не в настроении общаться с людьми. Так. Тебя явно что-то беспокоит, дружище. Что тебя так печалит? Моя дорогая Полудница. Всё готово для встречи с ней. Груда трупов ей в дар. Но я всё равно боюсь. Так. Я знаком с Полудницей. И я готов тебе помочь. Можешь передать мне сообщение для неё. Передай Полудницу, что я люблю её. Так же сильно, как в опле врагов. Но не пытайся одурачить меня. Так, ладно. Идём, значит, обратно до Полудницы. Так, здесь тупик у нас. Ой-ой, я не хотел хлебушек кушать. Да что такое? Блин, я две булки случайно съел. Ладно. Нашёл ли ты кого-нибудь, кто меня полюбит? Так. Да, я нашёл тебе прекрасную пару. Полевик. Полевик обожает тебя. Он сделает для тебя всё. А у него есть подарок? Трупы. Он навалил для тебя целую кучу трупов. Ох, такое большое сердце. Я встречусь с ним. Угу. Полудница мой. Полудница моя. Я так долго ждал. Ммм. Да будет так. Посмотрим, что из этого выйдет. Прощай, кузнец. Пусть твоя жизнь изменится к лучшему. Как это произошло с моей. Так, ну всё. Полудницы мне помогли. Значит, дальше мы идём, исследуем территорию. И отправляемся к следующему заданию. Нужно с врагами со всеми здесь справиться. Тогда можно уходить отсюда. Так, ой, опять паук. Да каких не люблю. Не люблю пауков. Ни в жизни, ни тут. Они такие мерзкие, хитрые, проворные. И пытаются всегда меня обидеть. Так, ну всё. Это у нас выход получается. А у нас, по-моему, ещё одна тропинка была, куда мы не сходили. Но да ладно. Слишком долго возвращаться. Так, ну всё. Мы помогли, получается, полудниться, найти любовь. Теперь направимся к следующему заданию. Но это уже будет в следующей серии. Субтитры делал DimaTorzok Так, ну всё. Вот это уже. Субтитры делал DimaTorzok